Я кратко скажу, из чего будет встать этот доклад. Для тех, кто вновь присоединился к партнерской программе «Рендата», я немножко расскажу, что делает компания «Эпикадата», какую роль она занимает вообще в экосистеме, что это за продукт, какие у него внедрения, какие у нас какие-то новости. После этого я расскажу пару слов про наши ключевые технологии, ключевые отличия, и после этого я предоставлю слово Ярославу, который покажет вам скринкаст из Unix консоли, то есть все, как полагается, нашего нового релиза, который мы недавно буквально выпустили. Мы выпустили релиз во вторник. У нас так называемый калвер, календарное версионирование, номер релиза 2211. Соответственно, мы поговорим про это. Давайте начнем. Многие из вас уже, наверное, видели этот слайд. История вообще... Я отдельно расскажу, что такое in-memory data grid, что такое быстрые данные. История уже достаточно большая, и многие знают такую технологию, как Tarantle. И я, Ярослав, мы долгое время занимаемся разработкой этой технологии. И сейчас, так сказать, компания Picodata, она продолжает развивать это направление. И уже такой собственный продукт, про который расскажу. Но мы также полностью владеем всем Tarantle стеком. У нас большое количество клиентов, которые используют еще Tarantle. Мы их поддерживаем, их развиваем. И так, если кратко, мы основанно в 2019 году продолжаем активно расти. На будущий год у нас еще более грандиозные планы. Обо всем порядку. Значит, что мы делаем, какие у нас продукты. Вот первый, основной наш продукт, это открытая версия PO. Я расскажу про дифференциацию Tarantle, что мы делаем нового, чем мы отличаемся. У нас есть лицензируемая версия, которую мы, собственно, рекомендуем всем, как по подписке, так и как бы бессрочной лицензии. Потому что на лицензируемой версии мы даем все гарантии и по безопасности, и по обновлению PO и так далее. У нас есть продукт для тренингов, стартовый пакет такой. Мы называем это продуктом, потому что он позволяет очень быстро любому партнеру, любой компании начать использовать. То есть он в себя включает и обучение, и консультации, и сопровождение, установку, настройку. То есть все, что необходимо для того, чтобы начать пилот или проект на наши технологии. Ну и если все всегда сегодня спрашивают, если вы в реестре, зарегистрированы, мы везде есть, мы везде зарегистрированы. У нас даже есть вот такая вот красивая бумажка от United States of America, что мы являемся зарегистрированной торговой маркой, и вот даже там. Что из сервисов? Понятные сервисы, которые есть у вендора, они у нас также есть. И здесь хотелось бы обратить внимание, какая у нас ключевая история. Вообще компания стартовала как именно сервисная компания по сопровождению 24 на 7. то есть устранению аварий даже, обновлению, все операции, DevOps, мониторинг, проактивный мониторинг. То есть когда мы уже рекомендуем клиенту, сами смотрим, какое у него состояние с памятью, с производительностью, рекомендуем клиенту какие-то действия. И с точки зрения новых проектов у нашей команды есть огромный накоплен опыт создания нагруженных систем. Ну, тут не только про себя скажу. То есть все сотрудники, они так или иначе связаны с тем, что называется high load. Для своего направления мы как бы очень являлись такой специализированной экспертной организацией. И теперь, собственно, пара слов о том, что мы есть. Потихонечку перехожу. Продуктово, наверное, уже запутались, что же такое быстрые данные. Вот если посмотреть на всю пирамиду данных сегодня и то, что из себя представляет платформа Аренодата, да, то есть многие сейчас говорят, там, платформа данных для того, для этого. В общем, на мой взгляд, это во многом такая профанация, потому что у нас огромное количество различных решений для работы с данными. И если их как-то разделить, то вот можно разделить на такие четыре класса. И наш класс, он находится, как вы видите, на самом верху этой пирамиды. Можете поместить его в самый низ, но с точки зрения количества данных, он, наверное, находится на самом верху. То есть это часто не самый большой объем, потому что самый большой объем у нас там какие-то архивные слабо структурированные данные, которые мы храним в Хадупе. Да, вот это не аналитические данные, которые хранятся там, Аренодат, DB обрабатывается, в котором строятся массивные отчеты. Это не неуверсальные СБД, такие как Oracle или Postgres, да, а это именно быстрые данные, которые наиболее востребованы, которым чаще всего меняются. Вот это самый большой челлендж для всех абсолютно узлов ниже в иерархии, да, слоев иерархии. И вот шины данных, кэши, витрины, то есть это не совсем Kafka, это именно In-Memory Database. In-Memory означает, что все данные хранятся в оперативной памяти, при этом они персистентны, и, значит, отказоустойчивость при этом также соблюдается. Вот, и если уже говорить о партнерах, то буквально пару слов. Мы очень ценим экосистему Аренодата, мы уважительно относимся к вашим партнерским соглашениям. У нас своя партнерская программа, но она синхронна, условно говоря, да, с партнерской программой компании Аренодата. То есть те привилегии, которые у вас есть там, мы распространяем на себя, и те, условно говоря, привилегии, которые вы получаете, работая у нас, да, то есть по объемам, да, у нас это все выровняно. Вы получаете там. Ну, теперь я уже перейду конкретно к продукту, буду в него более глубоко, так сказать, погружаться, потому что, опять же, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте по ходу. Вот, те, кто не слышал. Здесь такой, значит, слайд такой, который и подытоживает, потому что вообще много смежных, то есть вообще весь ландшафт решения для работы с данными, это пазл, да, то есть это такой пазл, который еще и содержит неправильные пазлы, то есть у вас челлендж, мало того, вам нужно подобрать все друг к другу, вам еще важно выбрать правильное решение, вот, но есть такие два основных класса, в которых мы представлены, да, то есть это EMDB, InMemory Database, это такие продукты, конкуренты, допустим, в телекоммуникационном секторе, как Times 10, как, если бы говорить Oracle, Oracle Coherence, HP Non-Stop SQL, NDB Cluster, то есть это такие вот, еще их называют carrier-grade решения, когда все данные хранятся в оперативной памяти, но при этом и зареплицированные, они персистентны, и такая система фактически очень быстрая, неубиваемая. При этом есть другой класс решений, схожий, который появился недавно, это EMDG, да, это такие продукты, как Gridgain, Hazelcast, InfiniSpan, если вы о них слышали, хорошо, не слышали, вот, опять же, обогатитесь, вот, которые позволяют параллельно делать так называемые вычисления в решетке данных. Идея такая, что если у вас есть какие-то данные, которые уже хранятся в оперативной памяти, нет смысла копировать данные к вашему приложению, имеет смысл загружить приложение прямо внутрь СУБД, внутрь решетки данных и выполнить приложение распределенное там, да, то есть часто заметно ускоряет вычисление, если мы выйдем в аналитической среде, аналогом будет Spark, но Spark как раз и занимается тем, что он высасывает данные, помещает их в собственный кэш и после этого делает вычисление в этом кэше, да, то есть здесь другая идеология, вы объединяете слой хранения и слой вычислений и за счет этого достигаете кратно более высокой производительности скорости обработки данных, скорости принятия решений в реальном, ну, до реального времени, принятия решения в реальном времени и так далее. И что нас отличает вообще от других участников рынка, да, то есть в первую очередь это надежность, мы говорим о том, что мы не теряем данные, мы транзакционная СУБД, да, то есть это значит, что есть семантика ACID, да, атомарность, консистентность, изолированность и надежность хранения. И есть синхронные репликации, то есть мы нормально работаем в нескольких дата-центрах, реплицируем данные между дата-центрами, переживаем отказ дата-центра и так далее. Ну, то есть не только даже одного узла, а именно всего дата-центра. Из наших особенностей, это, которые есть именно в Fikadate, это кластерный сиквел и это хорошая поддержка нового языка программирования, очень популярного Rust, да, как среды выполнения приложений. Если говорить о предназначении, вот часто, как бы, вот, может быть, вам ничего было не было понятно из предыдущего слайда, но вот здесь, как бы, короткий итог, вот такие вот три тезиса, которые имеет смысл запомнить. То есть почему такие три тезисы? Если мы вернемся к пирамиде данных, то вот если у вас меньше объем данных, то вам подойдут универсальные СУБД, если у вас меньше нагрузка, вам подойдут универсальные СУБД. Если у вас большой объем данных, но нет нагрузки, да, то есть нет такого большого количества обращений к данным, и вам подойдут аналитические СУБД. Даже там, если там 100 запросов в секунду, даже аналитические СУБД, даже если это запрос на модификацию, наверное, они каким-то образом их, значит, обработают. Вот, если у вас слабо структурированные данные, то вам опять же пойдут в большие хранилища. Вот в этом спектре решений находимся, находятся именно наше решение. Значит, где это решение находится в экосистеме предприятия? Вот, наверное, вы все знаете, что сегодня одновременно у нас сразу идет много трансформаций. У нас и цифровая трансформация, у нас и переход к микросервисам, у нас и переход на открытое ПО, и у нас переход на гиперконвергентные архитектуры. То есть мы находимся в, ну, про импортозамещение я вообще молчу, как бы, само собой разумеется. То есть мы находимся сейчас в таком переплетении нескольких одновременных трендов, да, и основным, там, классической такой архитектурой, которая считается канонической на сегодня, является такая, которая я изобразил. То есть это микросервисная архитектура с центром шины данных, да, то есть это чаще Apache Kafka, если это более старое решение, то это будет RabbitMQ, IBMMQ. И что это позволяет сделать? Это позволяет так или иначе создавать приложения, которые более отказоустойчивые, которые объединяют данные из разных сервисов, которые объединяют разные сервисы, да, и декомпозировать, так сказать, проблему, сложную проблему, сложный ландшафт энтерпрайза на управляемой части. Вот мы считаем, что подход, когда, возможно, не в качестве замены, но и в качестве замены тоже, Apache Kafka, она также целого ряда, на самом деле, решений, которые находятся в той же плоскости, то есть это и кэши данных, такие как Redis, это и витрины данных, да, какие-то, то есть это, допустим, реляционные СУБД, которые предназначены чисто для того, чтобы быстро раздавать данные клиенту, да, то есть это агрегаторы, возможно, из других систем, которые просто служат того, чтобы поддерживать там мобильные приложения, быстрое обращение к данным из любых источников и так далее. Мы считаем, что вот наш подход, он как раз позволяет добиваться более качественных результатов, потому что, добавя вот целый комплекс технологий сразу, то есть это и in-memory СУБД, это и среда выполнения приложения, это и очередь в одном решении, мы позволяем избавиться от большого количества компонентов, сделать это надежно и отказоустойчиво. Значит, недостаток тоже есть, да, то есть когда вы вкладываете не все, но больше яиц в одну корзину, то вы делаете некую большую ставку, то есть у вас есть потенциальная экономия и потенциально больше риска, что вы связываетесь с одним вендором. Но с другой стороны, если посмотреть на рынок, то это направление сейчас активно развивается, поэтому возможно, что за данным архитектурным паттерном, в принципе, будущее. Вот. Значит, как мы устроены и за счет чего мы, собственно, добиваемся такой вот производительности? Здесь я бы не хотел, чтобы у вас осталось впечатление, что как бы вот не будет ни кино, ни телевидение, а будет значит, один сплошной там, одно сплошное кино будет. Да, то есть нет, нет цели. Как раз хочется показать, сказать и показать, что есть целый класс решений, когда именно такой подход наиболее оправдан. Но это не значит, что мы считаем, что какие-то, что вот мы должны заместить там с собой, допустим, сплошь и рядом Apache Kafka, например, или Redis. Значит, как мы устроены, как мы добиваемся такой производительности? У Picadad и еще у Tarantul, у него есть так называемая двухуровневая система управления данными, да, то есть есть репликация, есть шардирование данных, да, то есть репликация данных позволяет добиться избыточности, то есть мы храним полную копию там в нескольких дата-центрах, шардирование, это разделяет все данные на более-менее равные интервалы, мы их называем бакетами, то есть, да, ведрами, это идет еще от таких продуктов, как Couchbase, значит, как CouchDB, и система автоматически распределяет бакеты между большим количеством одинаковых узлов, то есть один инстанс, один процесс нашей СУБД работает на одном ядре и отвечает за один свой собственный фрагмент данных, да, при этом таких ядер могут быть десятки, сотни в типичном приложении, ну, сегодня вообще любой компьютер возьми, там будет по несколько десятков ядер, да, то есть вот туда-то там будет несколько шардов находиться, причем внутри каждого инстанса еще есть логические такие вот бакеты, которыми он может управлять, то есть независимо распределять бакеты между этими инстансами, что позволяет очень гибко управлять нагрузкой на кластер, да, то есть мы для того, чтобы добавить вообще добавить вычислительных ресурсов в кластер, нам нужно, чтобы один вот этот логический фрагмент, один бакет переехал на другую машину, и все мы как бы разгрузили уже немножечко тумашек, то есть мы очень малыми инкрементами можем регулировать. Этот подход можно назвать эластичностью, то есть вы можете, в принципе, такую систему гонять в виртуализированном окружении, мы для разных систем, у нас есть Mission Critical система, где мы не рекомендуем виртуализированное окружение, но, в принципе, абсолютно годно. В Kubernetes, когда у вас, допустим, увеличился объем данных, вы добавили железо, и система автоматически перебалансировалась. Вот, у вас увеличилась нагрузка, опять же, вы добавили железо, система автоматически перебалансировалась. У вас вышел из строя узел, ровно об этом мы сейчас будем показывать, добавили, опять же, замену, да, то есть не обязательно даже заменить этот узел, можно просто добавить другой, и тоже система восстановила свою живучесть. Очень важные, очень важные параметры для такого класса систем. С точки зрения масштабирования, я забегаю вперед, как, собственно, устроена вот эта связанность. Вот здесь вот, я это уже изобразил так вот, мне очень, может быть, удачно, что у нас есть в двух дата-центрах там два компьютера, каждый компьютер как бы между собой связан, связан с собой, между собой репликацией, вот эти вот три линии, это реплика сеты, да, то есть это все, что помечено одним цветом, является полной копией друг друга. Вот если посмотреть на это еще, как бы, такой вот, но уже более конкретно, то есть вот есть, допустим, два дата-центра в первом сервер 1 и сервер 2, во втором сервер 3 и сервер 4, значит, и данные, а, нет, два дата-центра сервер 1 и сервер 3 в первом, сервер 2 и сервер 4 во втором на данной картинке, соответственно, и данные полностью задублированы вот по такой схеме, да, и что мы, собственно, представляем, что мы вам сейчас будем показывать, мы позволяем управлять всем этим хозяйством очень гибко, то есть для того, чтобы запустить кластер, собрать его на большом количестве машин или починить, да, необходимо выполнить всего лишь несколько команд из командной строкой, то есть это, вот. Есть также история про то, собственно, чем мы, вообще, что мы делаем суммарно, чем мы отличаемся от Тарантула, куда мы развиваемся, да, то есть вот я уже обо всем этом рассказал, но подытожить ее можно так, прежде чем перейдем к демо, что у нас свой менеджмент кластера, у нас очень большая остатка сделана на язык программирования Rust, и мы поддерживаем кластерный SQL, который, в общем-то, ну, является достаточно новой историей для такого рода системы. Вот, ну, пару слов про наше внедрение. Вообще, уже понятно про решаемые задачи, но я все-таки проитерирую больше, дам больше конкретики. Вот, самый основной кейс, который для нас подходит, это когда, так или иначе, нужно какие-то решения принимать именно в реальном времени, и они должны быть основаны на данных, потенциально разрозненных, присутствующих в разных источниках. То есть, если не использовать подход с объединением данных в IMDG, вы вынуждены создавать целый конвейер по доставке данных, опять же, доставке куда. Вам нужна какая-то быстрая оперативная СУБД, ее нужно решить. Если это универсальная СУБД, к ней предъявляются повышенные требования по производительности. Значит, вам нужен некий application слой. Application слой тоже может отказать. И вот в связи с этим, это прямо наша золотая, так сказать, жила, да, что если необходимо принять решение в реальном времени, основанное на разных источниках, то наиболее оправданно внедрить один компонент, по сути, в котором это решение будет реализовано. Конкретные приложения, есть и корпоративные шины данных, и просто более простые сценарии, просто распределенный KeyValue Store, то, для чего используется на SQL-системы, пожалуйста. Но у нас есть уникальные возможности, которых нет в других на SQL-решениях. Это то, что вы говорите, объединение разрозненных данных. Например, сейчас у нас есть свои коннекторы к Exodati, к Oracle, к Postgres, и мы можем вынимать, к Kafka, естественно, мы можем вынимать данные оттуда, причем непрерывно. То есть что-то изменилось в Oracle, мы автоматически получаем уведомление об этом, мы отражаем это в нашей системе, и, соответственно, можем у себя уже принять решение. То есть это позволяет, например, внедрять нас рядом с Oracle, без рисков для существующего бизнеса, новый функционал разворачивать на нашей системе, опираясь на те данные, которые лежат в лего-системах. Это очень важно. И, что также немаловажно, все это плохо работает, если у вас нет возможности управлять моделью данных, потому что после того, как вы все это настроили, у вас запустили, всегда предприятие эволюционирует, и данные в первоисточниках, например, меняются. У нас есть целый ряд механизмов для того, чтобы отражать это изменение в нашей системе без простоя, без сложных манипуляций и так далее. Пару кейсов из актуального. Сейчас у нас активно разрабатывается новый тариф на калькулятор. Я думаю, что многие про вас, про эту историю слышали. Она достаточно долго развивалась. И основная идея здесь такая же. То есть необходимая индивидуализация. Для каждого клиента должен быть свой расчет, основанный именно на его истории, что в традиционных СУБД сделать довольно сложно, потому что потенциальная нагрузка на такие СУБД тогда кратно возрастет. Потому что СУБД должна для принятия решения, для принятия решения нужно постоянно вынимать огромный объем данных из СУБД, что нереалистично. Вот наши технологии позволяют эффективно реализовать данную бизнес-задачу. И здесь я кратко указал ее параметры, хотя старт, наверное, правильно указать годом 15-м, потому что идею наших клиентов вынашивает очень давно. Мы делаем это тоже вместе с партнером, так что здесь, на самом деле, мы только поставляем эту систему, а, значит, реализует это решение наш партнер – компания IT-Альянс. Beeline. Также у нас есть партнер в философии Т, где мы уже очень давно, еще с 16-го года, развиваем единого клиента. UCP – это называется Unified Customer Profile, то есть система единого клиента. И здесь также приведены ряд параметров. Сейчас система продолжает развиваться, мы переводим ее на новую версию. И, в частности, делаем так, чтобы она еще служила витриной MDM, витриной Master Data Management системы, которая также в компанию внедряется. Еще один кейс – государственный заказчик, какой вы уже можете догадаться. Задача обнаружения. Здесь именно интересен кейс тем, что это графовый анализ на распределенной системе. То есть достаточно, в принципе, сложная задача. Многие используют. И вообще тема графовых СУБД у нас только начинает развиваться, и объективно хороших, качественных графовых СУБД нет. Но вот выясняется, что наш подход позволяет и графовые задачи достаточно эффективно решать, потому что большое количество вычислений остается внутри СУБД, и что является ключевым на самом деле для эффективного обхода графов. То есть данные по графу не надо вынимать в приложении, мы можем уже внутри СУБД принимать решения, которые связаны с анализом такого рода структур. И также вы здесь видите результаты, какие конкретно KPI мы здесь можно не особо распространяться. Главное, что всех нашли и обезвредили. Это делается также в реальном времени. До этого уже была система, она работала достаточно продолжительно. Для обнарошения одной связи уходило несколько минут. Для того, что мы это перевели в режим реального времени, это происходит практически мгновенно. Естественно, система может использоваться в промышленном ключе. Вот. Ну, прежде чем перейдем последний слайд перед демо, значит, вот наши планы. И я передаю слово Ярославу, который покажет прям буквально, чтобы вы пощупали на кончиках пальцах, что мы делаем, что мы из себя представляем. Ярослав, пожалуйста. Да. Надо включить экран. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, пожалуйста. Причем любого рода. Возможно, вам нужно более детальное представление. Мы обязательно его сделаем. Приходите и обучим. Экран видно. Давай. Отлично. Я хочу сфокусироваться на одном аспекте, который упомянул Костя, на менеджменте кластера. Это совершенно нетривиальная задачка. И зачем вообще мы ее решаем? Она была решена, ну, уже не раз. И на прошлой работе тоже был Tarampul Cartridge, который управлял картриджем, который управлял кластером. Но в тот раз он представлял из себя как бы инструмент, который управляет уже запущенными инстансами. Значит, как история развивалась дальше? Казалось бы, все хорошо, но инстансы надо кому-то запустить. Поэтому сверху докручивался Ansible, который инстансы стартовал и потом запускал вот эту управлялку имя. И так как инвентарь Ansible получался достаточно многословным, сверху еще прикручивался генератор инвентаря в виде отдельного питаничьего скрипта. Ну вот получался такой достаточно высокий-высокий слоеный пирог. В Picadad мы пошли по другому пути и решили, что будем делать систему запуска максимально простой, максимально дружелюбной для облаков, для кубера и так далее. Поэтому наш продукт запускается больше в декларативном стиле. То есть фактически все, что нужно, чтобы кластер настроить, это запустить инстансы, передать им в декларативном виде те параметры, которые вы хотите от инстанса видеть. И все остальное сделает уже Picadadad за вас. Значит, я начну свою презентацию с одного инстанса, который запускается, ну, ничего особенного. Отдельная персональная директория, порт, который надо лисенить, сразу ему имя человека читаемое. И говорю, что реплицироваться надо будет с фактором двоечку. И второй инстанс. Совершенно аналогичный на втором порту с именем E2. А вместо дашборда покажу вот тоже консольку с топологией, которая у меня нарисовалась. Имеем кластер из двух инстансов, вот они, E1 и E2. И главное, что я хочу подчеркнуть, за счет чего мы верим в надежность управления кластера таким образом, это не статусы, но мы называем этот параметр GreatDome. Вот сейчас у меня два инстанса в состоянии онлайн. Значит, почему такое переименование, почему это важно? Слово Great призвано подчеркнуть, что это не то состояние, которое в распределенных системах всегда устаревшее. То есть там как инстанс говорит, что он онлайн секунду назад. Что с ним сейчас, никогда не известно. Просто классика. Great, напротив, это то, как остальные участника кластера, сконфигурированные по отношению к данному. То есть если написано, что instance онлайн, это значит, что остальные шлют на него запросы, могут слать, реплицируются, что-то еще как-то с ним общаются. И если вдруг кто-то замечает, что у него таргет оффлайн, что его надо скорее уводить, он сдох, ну это то и значит, что надо его скорее выводить из эксплуатации. Занимается всем этим централизованный, единый компонент, который мы называем гавернером, ну правитель. И он продолжает работать до тех пор, пока у нас сохраняется кворум. Вот тоже одно из отличий с другими базами данных, что пока у нас живы там, ну у меня сейчас их мало, у меня всего два, но там три из пяти голосующих узлов достаточно, чтобы кластер сохранял работоспособность и можно было оперировать. Если мы говорим о гигантских кластерах, там 100 тысяч инстансов, то это абсолютно не значит, что там понадобится там половина из этих всех. Нет. Половину мы считаем от количества именно голосующих узлов, а их больше пяти обычно мы не делаем. Так что в кластере на тысячу инстансов у вас все равно пять голосующих, максимально далеких друг от друга. За этим тоже следит гавернер. И пока три из этих пяти живы, все хорошо. Продолжу показ и запущу еще чуть-чуть инстансов. Для начала один, не та директория. Я добавил еще один инстанс, он добавился в новый репликассет, мы постепенно наш кластер расширяем. И обратите внимание, что пока... Помните, я там в самом начале упоминал replication factor 2. Значит, от кластера требуется, чтобы фактор репликации, ну, количество копий было не меньше двоечки. А пока это требование не соблюдено, данные на этот инстанс попасть не должны. И так как Picadata в том числе сама занимается ребалансировкой данных, то, ну, здесь не составляет труда за этим проследить. Вот этот параметр называется у нас весом репликассета. И пока что видно, что он ноль. То есть все данные по-прежнему лежат на первых двух. Давайте. Для наглядности. Те самые бакеты, о которых упоминал Константин. Вот. 3000 из 3000. Все здесь. Но стоит мне добавить еще один инстанс. Опять не та директория. Ну, вот. И 4. И 4. Вот так. Мы видим, что изменился вес. Мы видим, что 4 добавился в пару к 3. они образовали. Теперь уже полноценный репликассет. И у нас постепенно, вон у меня в логах происходит переналивка бакетов. Стало уже 1500 и 1500 здесь. Shard Storage Info. Поехали дальше. Схема данных. Схемой данных тоже управляет этот наш кластер-менеджер, гавернер централизованно. И делает он это следующим образом. Я добавляю миграцию и даю команду, чтобы она применилась. Значит, за счет чего тоже обеспечивается, как бы, надежность всей этой системы. Мы разделяем понятие текущей схемы для каждого репликассета в отдельности. И вот схему я уже накатил. Ну, давайте вторую миграцию. Вторую миграцию добавляю, а схему пока что опять. Схема пока что на репликассетах не изменяется. То есть мы разделяем понятие, как бы, схемы кластера, какая она должна быть, мы разделяем понятие желаемое и действительное. И действительное у нас трекается для каждого репликассета в отдельности. За счет этого мы можем чинить отказы, обрабатывать ситуации, когда миграция применилась на одном репликассете, но не применилась на другом. И в целом сохраняем вот эту вот гибкость. В общем, все довольны, все счастливы. Вот теперь применим. И в заключение я попробую выполнить смертельный номер и вставить туда кусочек данных. Вот тут двоеточие. Вот, вроде получилось. И теперь надо где-то их найти в... Я пока не знаю, на каком из репликассетов они лежат, но ручками сейчас это выясню. Box, Space, Test, F-Select. А, вот они. Они попали на второй репликассет. А на первом их нет. Резюмируя. Резюмируя. У нас есть инструмент, который позволяет надежно и отказоустойчиво управлять кластером. И этот кластер будет быстро работать под капотом, потому что хорошо масштабируется. И все счастливы. Спасибо, Ярик. Я вижу, что слушатели, привыкшие к аналитическим системам, настолько счастливы, что даже не... Возможно, для них не очень... Это даже проблема, которую мы пытаемся решить. Это наша сфокусированность на отказоустойчивости, на масштабируемости. Она, возможно, не очень близка. Но, тем не менее, это наша ниша. И это то, что актуально в данном спектре решений. И мы продолжаем всю эту технологию развивать. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Если будут вопросы, значит... У нас также есть канал в Телеграме. Да, если есть вопросы, задавайте. Ну, вот тут вопрос, который есть. Но это, конечно, Костя все время с ним приходит. Можно ли ты когда-нибудь подключить средства визуализации BI? Это как раз... Да, классический вопрос. Значит, из BI... На сегодня нет. Вот, возможно, что к концу этого года, если я очень коротко продолжился про roadmap, одна из наших задач – это создать слой совместимости с протоколом Postgres. И тогда все средства визуализации, которые работают с Postgres, будут также работать с нами. Но давайте все-таки вернемся к той пирамиде, которую я сформулировал. Это не самое важное, поверьте, потому что мы доставим данные в HBI, у которого есть прекрасные средства визуализации. Если у вас есть такая система, как наша, мы сами автоматически по расписанию, которое вы зададите, все, что в нас содержится, будем выгружать в HBI. То есть мы для этого и предназначены. Мы создаем этот операционный слой, который объединяет в себе все компоненты. И универсальные СУБД, и BI, и шину. И поэтому, наверное, правильно архитектура – это в связке с аналитическим слоем хранения, а не заменой его. Вопросов пока больше нет. Хорошо. Спасибо большое за предоставленную возможность. Вот наш телеграм-канал. Приходите. Костя, спасибо. Ярослав, спасибо. Да, можно, собственно, непосредственно Константин написать в телеграм-канал. Если что, опять же, приходите ко мне. То поделюсь и контактами, и информацией, которая есть. Спасибо еще раз, коллеги, за доклад. Продолжение следует... Спасибо.